Моё почтение, дамы и господа, с вами Габриэль Ангелос. И сегодня у нас видео по Тайгер 2. Королевский тигр. Для тех, кто не знает, если таковые, конечно же, имеются, это тяжёлый танк восьмого уровня, немецкий. Что ж, по традиции сперва выскажусь о первых впечатлениях об игре на этом танке. Возможно, после игры на Льве моя планка оценки техники упала. Лев мне показался отличной тачанкой. КТ же превосходит его во всём. Лучше броня, лучше подвижность, всё тоже отличное орудие. Но, тем не менее, КТ нельзя назвать одним из лучших танков восьмого левела. Лучшие восьмые левелы используются в 7.42. КТ 7.42 не берут. Причин тому много. Тем не менее, в рендами на нём я чувствовал себя великолепно. Один момент меня не порадовал. Топ-пушка КТ стоит под 50 тыр опыта. Это ничего. Но, чтобы её открыть, предварительно нужно изучить предтоп-пушку. Ещё за 14 тысяч опыта. В итоге, многовато. Кстати, этот бой я провожу на предтопе. Именно это объясняет довольно большое количество голдовых снарядов. Таких пробоя 200 не хватает даже с восьмёрками иногда. А нас чеченька кидает и к десяткам. Перейдём непосредственно к бою. И у нас тут жарковато. Штурм, Карелия. Мы в атаке. Практически все мои союзники дружной компашкой побежали рашить левый фланг. А меня здесь бросили практически в одиночестве. Я неспешно поднимался на гору, ожидая того, что соперники будут стоять в обороне. Однако соперник, завидя, что мы отдаём гору, решил пойти в контратаку. И всё сразу пошло наперекосяк. Арта уже влепилась под палом. И это всё мгновенно остужает наш пыл. Немедленно пятимся назад. Не будь здесь союзные 110-ки. Меня бы уже давно сожрали. Но слава богу, соперник допускает ошибку. Вместо того, чтобы зарашить нас, они начинают позиционную перестрелку. Они находятся на абсолютно открытой местности. Поэтому наши артиллеристы передают им привет. В пылу помочь союзной 110-ке я забываю про вражеского парше. Он ставит меня на гусеницу. Ремки уже нет. А ведь по этой зоне работает вражья арта. К счастью пронесло. Второго попадания от арты ни мой танк, ни мой пукан не выдержали бы. Арта, артушечка, царица полей, ликвидирует фулового пигра. И как же сразу полегчало. Начальный натиск, начальный раш соперника был подавлен. Союзная арта ни на секунду не замолкает. Лупит по тройке. Нужно забирать тройку и спасать союзную 110-ку. Живи вечно, брат! Но это еще не все. У недруга подоспело подкрепление из ПТ-САУ. Даже представить себя боюсь, что было бы нападение все вместе. Одновременно. По сути, все уже под контролем. Идут сплошные непробития. Вражеская артиллерия лишь вспахивает землю вокруг меня. Но стоило мне слегка расслабиться, лишь на секунду. Чуть перекрутить корпус. Упертый Эмиль моментально отвешивает мне увесистую затрещину. Мы молодцы, парни. Мы сдержали раш численно превосходящего нас соперника. Но этого мало. Теперь нам предстоит задача посерьезнее. Штурм их базы. Учитывая, что Королевский Тигр не самый быстрый танчик, а у врага три артиллерии, задача не из-за легких. Я же уповаю на свою артиллерию. Весь бой они работали отлично. Я надеюсь на них. На меня вылетает ошпаренный Т-34-85. Не опасен, скажете вы? Ха-ха! Он глаза своей команды! А вот позади него из кустов на меня уже наводится 200-мм орудие! Мысли об этом не покидают мою голову. Я спешу к спасительному камню. Колокольчики мои сжались в страхе. Ох ты шьё, коломоны Артабибер! А-а-а-а! Ес! Вся жизнь перед глазами пронеслась. Но и он не менее везучий. Одно ХП у засранца осталось. Союзная Арта, ну-ка! КВПшку в дёсты надо расцеловать. Работает как часы. Спасибо за помощь! Тридцатьчетвёрка явно выманивает меня под рту. Но тут уже не до тактических манёвров! Удача при мне! У меня есть 40 секунд, чтобы расправиться с бротина! Куда намылилась? Полена! Фу, блин! Угроза ликвидирована! Теперь уже можно поточить лясы с Т-34-кой! Малыш, ты что-то хотел? Ты что-то против меня имеешь? Извини, я не расслышал! Однако тут сердце моё ёкнуло! Я без двигателя! Тридцатьчетвёрка просто может пуститься наутёк! Водить меня вокруг камня, и вряд ли я её достану! Но водитель Тридцатьчетвёрки оказался не из трусливых! Он решил принять смерть в бою! Времень у молимы подходит к концу! Конечно же, встаём на захват! А в наш курятник врывается вражеский Т-43 и начинает наводить там шороху! Я бы и рад помочь союзной артиллерии! В этом бою она не раз спасала мою задницу! Но в данный момент я бессилен! Я ничем не могу помочь! СТ-шка, будто Лиса Патрикеевна, пробралась в наш курятник и сворачивает нашим артушкам шейки! С другой стороны, для нашей команды это, безусловно, выгодно! Я уже беру базу! Я нахожусь на другой части карты! Арта максимально тянет время, при этом ещё и огрызается! Арта свою миссию выполнила! Максимально задержала противника! Теперь дело за мной! Фишка в том, что Т-43 возвращается ко мне через болотце! И, естественно, не успевает! Наша победа! Бацко! Я, конечно, разведчика на многих танках видал, но разведчик на КТ... Это перебор! Перебор, заметим, приятный! Бой, конечно, интересный, но я, прежде всего, хотел бы ответить союзную артиллерию в кой-то веке! Она отработала на отличное союзное, не вражеское! Настенька на ГВПшке, вообще, ворошиловский стрелок! Что ж, друзья, на этом всё! Надеюсь, вам понравилось это видео! Если оно вам понравилось... Ну, конечно, подписывайтесь на канал! Что ж всё сделать-то? Ставьте пальцы вверх, лойсы! И чем больше лойсов, чем чаще будут видосы! Обязательно вступайте в контакт-группу, ведь там я выкладываю все аудиозаписи, исполненные своих видео, плюс ко всему делаю анонсы стримов! С вами был Габриэль Ангелас... Осталависта! Советуем к просмотру! Двойной удар плохих парней 6! Маразм с Бэнгом! Не для слабонервных! Руководство Поток-2 для канала Вотфан! Поддержи и там лойсиком!